что ж вечер добрый рад вас всех приветствовать воскресенье вечером обычно воскресенье вечера мало кто хочет что-то изучать перед рабочей неделей но вас 54 человека пришли сюда чтобы послушать ну я доволен значит представлю зовут меня павел сегодня мы поговорим с вами видите наверное тему семинара изучение протоколов динамической маршрутизации с помощью wireshark не только мы будем использовать wireshark сегодня для изучения но об этом чуть попозже немножко расскажу о себе я вижу тут принципе знакомые знакомые имена и фамилии в чате кто-то меня знает с кем-то мы виделись очно кто-то меня не знает вот это я четыре года назад сейчас я немножко другой но тем не менее зовут меня павел являюсь я академическим инструктором имею статус cc ai cisco certified academy instructor по направлениям ccna routing and switching cna security ccnp routing and switching в данный момент готовлюсь к сертификации cna cyber security преподаю здесь в центре специалист в основном по выходным курс сетевой академии cisco базовые по безопасности и в скором времени я надеюсь и профессионального уровня наш с вами семинар как раз приурочен к запуску в центре специалист академических курсов по направлению cnp routing and switching это три курса ccnp route ccnp switch и ccnp to shoot поэтому в самом начале я чуть-чуть расскажу об этих курсах совсем-совсем бегло это три курса из линейки ccnp routing and switching посвященная продвинутой маршрутизации коммутации поиску и исправлению неисправностей в сетях cisco такие курсы уже были в центре специалист но в виде коммерческом такие кратенькие 40 часовые пятидневные курсы наконец-то мне удалось добиться чтобы в расписании были поставлены курсы и академические у вас может стать вопрос что же это за курсы чем они принципиально отличаются от тех которые уже есть академические курсы это 3 70 часовых курса из них 32 часа с преподавателем и 38 часов самостоятельной работы как я уже сказал на курсах изучается иглу углубленная коммутация маршрутизация поиска исправлений неполадок построенных на оборудование компании cisco systems а также анализ и оптимизация уже имеющиеся инфраструктуры на академических курсах в отличие от базовых академических курсов таких как ccna роутника switching ccna security используется не материалы сетевой академии а используется официальные учебные пособия от циска которые находятся свободном доступе свободном доступе имеется ввиду каждый может их приобрести даже не ходя на курс у cisco пресс есть ряд книг которые называются cnp routing and switching foundation learning guide это три книги либо в печатном виде либо в электронном виде и именно на эти три книги и опираются академические курсы слушателям академических курсов cnp соответственно эта книга достается вместе с курсом включена в стоимость курса подробнее об этих книгах можно посмотреть перейдя по вот этой ссылке которую вы видите на экране что это за книги что они из себя представляют ссылочку на эту презентацию вам должны будут отправить позже если уже не отправили и вы сможете подробно это изучить курсы готовят к экзаменам к индустриальным экзаменам на получение статуса ccna пиро утинга свичинг каждый курс готовят к определенному экзамену курс роут подготовит вас к курсу триста сто один курс свечка готовит вас к курсу триста сто пятнадцать и курс ты шут подготовит вас к экзамену триста сто тридцать пять в отличие от базовых курсов ccna routing и свичинг и сена и security на академических курсах ccнp скидка на сдачу экзамена после прохождения курса к сожалению не предоставляется да это был большой плюс академической программы на базовых курсах это скидка в размере Сначала она была 63%, потом 68%, сейчас по-моему мы дошли до 70%, но к сожалению на CCNP эта скидочка не распространяется. Подробно о программе, о расписании, что в этих курсах есть, можно посмотреть либо на сайте специалист непосредственно, там актуальная программа всех трех курсов, составленная мной. А подробно в целом о линейке курсов CCNP, Routing & Switching повторяться я думаю глупо, благо уже есть запись семинара, который проходил ранее от моего замечательного коллеги Нариманова Андрея Георгиевича. Семинар назывался CCNP Routing & Switching, необходимый квалификационный минимум для успешного управления сетью. Ссылочка, видео в свободном доступе, ссылочку видите ниже, это ссылочка на YouTube, на канал Специалист ТВ, где выложена запись семинара. Поэтому если вас эти курсы заинтересовали, вам интересны их содержимые, чтобы я не повторял второй раз, мне интересно будет семинар слушать, можно ознакомиться по ссылочке. На кого направлен курс? Курс направлен на сетевых инженеров, системных администраторов, которые уже работают с оборудованием Cisco Systems и вероятнее всего уже имеют статусы CCNA Routing & Switching как минимум. В чем отличие коммерческих курсов от академических? Коммерческие курсы, они довольно короткие, длятся 5 дней по 8 часов, то есть примерно 40 академических часов каждый из курсов. Курсы короткие и интенсивные, в отличие от коммерческих курсов, академические растянуты на продолжительный срок. Они рассчитаны на занятия раз в неделю по 4 академических часа, если у нас с вами получается 36 часов, он растянут на 12 занятий, на 3 месяца. То есть довольно продолжительный срок, чтобы в течение недели вы могли вычитывать материал, подготавливать ваши вопросы и так далее. Так как коммерческий курс довольно сильно ограничен временными рамками, то и количество материала там соответствует положенному времени. В академическом курсе, так как он растянут, есть возможность вместить все, что было ранее, все содержимое и коммерческого курса, плюс большое количество материалов. На коммерческом курсе преподаватель ведет вас за руку, рассказывает вам все, и даже если вы не очень хорошо обучаетесь, по сути он вас схватит за ручку и проведет через все термии. На академическом курсе, ввиду огромнейшего количества материала, в первую очередь преподаватель рассказывает основные моменты. И отсюда следует, что самостоятельное изучение материалов на академических курсах обязательно. В течение недели вы вычитываете материал, чем больше вы вычитываете, тем лучше, тем больше вы от курса получите. По поводу оборудования. На коммерческих курсах мы работаем на виртуальном оборудовании, на лабораторных стендах, предоставленных непосредственно компанией CISC Systems. Академический курс проходит на реальном оборудовании, которое базируется здесь, в учебном центре «Специалист». Живое оборудование, можно подойти, посмотреть, потрогать. Ну и если сравнивать стоимость, у коммерческих курсов она относительно большая, но в целом она все-таки ниже, чем в других учебных центрах. Что-то в районе, если я не ошибаюсь, 60 тысяч или 70 тысяч за курс. Стоимость академического курса значительно ниже. Это краткие отличия. В принципе, я прорекламировал все, что хотел. Ближайший курс академический у нас начнется в следующую субботу. Следующая суббота – это 9 марта. По субботам начнется курс CNP Road. Первое его, так сказать, прочтение. Группа маленькая. Если вас заинтересовало, места есть, пожалуйста, записывайтесь, приходите. Можно очно, можно по вебинару. Я думаю, у нас будет такая маленькая, аккуратненькая группа, в которой мы сможем сделать довольно много. Ну, хватит рекламы. Давайте перейдем к содержимому семинара. Семинар я назвал «Изучение протоколов динамической маршетизации с помощью Wireshark». Но мы будем использовать далеко не только Wireshark. Мы будем использовать целый комплект программ. Просто все бы не влезло в название. А что конкретно я буду использовать? Я бы мог собрать все на реальном оборудовании, но это было бы довольно долго и сложно для не очень продолжительного по времени семинара. В итоге мой стенд, на котором я буду что-то показывать, построен на основе программы под названием «ГНС-3». Это замечательный эмулятор оборудования разных сетевых производителей, в том числе и Cisco Systems. Замечательный инструмент для изучения сети. В комплект «ГНС-3» в том числе входит и Wireshark, с помощью которого в «ГНС-3» очень удобно смотреть, что происходит на каждом канале сетевом. Можно посмотреть довольно быстро и просто, какой трафик у нас летает между устройствами. В изучении очень и очень полезно. Также нам, кроме «ГНС-3» и Wireshark потребуется дебаг команды непосредственно Cisco EOS. То есть мы будем смотреть на вывод в командной строке. Мой лабораторный стенд. Сейчас я вам открою, продемонстрирую. Одну секунду. Вот она, программа «ГНС-3». Открою я проект, специально подготовленный для этого семинара. Совсем малюсенькая топология. Три маршрутизатора, соединенные между собой в кольцо. Вот. Необходимые сети, интерфейсы, адреса в данный момент подписаны. Не могу сказать, сколько точно мы успеем сегодня рассмотреть. Поэтому я не стал, не стану включать все. Я включу только два устройства. Маршрутизатор R1 и маршрутизатор R2. Мне всегда интересно на курсах, да и не только на курсах, в принципе, самому, поизучать, как работает сеть. Потому что даже если я знаю, как что-то работает, при ближайшем рассмотрении, оказывается, всегда найдется что-то новое, чего я раньше никогда не видел. Даже когда я готовил этот семинар, я обнаружил для себя некие новые вещи. Ну, не то чтобы о которых я не совсем знал, да, но на которые, вероятнее всего, просто не обращал внимания. И этот момент, момент неких открытий при изучении материала, в этом есть что-то, ну, я даже не знаю, какой-то дух приключений, да, чувствуешь себя таким Индианой Джонсом, который вдруг, да, в обычной пещере нашел что-то интересное, рассмотрел, почистил, поизучал, откуда это взялось. Вот и я таким Индианой Джонсом себя ощущаю, каждый раз, когда пытаюсь что-то изучить, повторить какую-то топологию, симулировать какую-то ситуацию, так и при подготовке вот этого бы, казалось, простого семинара, я тоже нашел для себя кое-что интересное. Я уже преднастроил два маршрутизатора, R1 и R2, ну, как преднастроил, я настроил на них интерфейсы, настроил на интерфейсах IP-адреса, включил интерфейсы и дал им описание. Давайте посмотрим, что я настроил на R1, вот он маршрутизатор R1, я настроил здесь два интерфейса, это интерфейс F1.1, который смотрит в сторону локальной сети, вот сюда, имеет адрес 192.168.1.1, интерфейс в данный момент включен. И второй интерфейс, интерфейс F0.0, смотрящий в сторону маршрутизатора R2, сеть 192.168.1.1, маршрутизатор у меня имеет адрес 1. В данный момент этот интерфейс также включен. На втором роутере я сделал похожие настройки, я настроил интерфейс F0.0 и интерфейс F1.1. Всегда изучение протоколов динамической маршрутизации начинается с протокола RIP. Протокол RIP, пусть он и в реальной жизни не очень используется, и в данный момент он не сильно применим, но на нем очень легко показать общие принципы работы протокола динамической маршрутизации. И поэтому я бы хотел начать именно с него. С протокола RIP. Сначала RIP версии 1, потом RIP версии 2. Мы в целом на курсах базовых проходим протокол маршрутизации RIP. Знаем, что протокол RIP это протокол уровня приложения. Протокол RIP имеет несколько версий. RIP версии 1 старый классовый протокол. Сейчас мало, не то что мало, совсем неприменимый к реальной жизни. RIP версии 2. Точно так же протокол уровня приложений, использующий UDP. Он уже бесклассовый протокол, знающий его в масках. Его можно использовать в локальных сетях, но если топология у вас довольно большая, если вам критично время, то RIP вам наверное тоже даже второй версии не подойдет. Скоро мы знаем, что когда мы настраиваем протокол RIP, RIP отправляет раз в 30 секунд полное обновление таблицы маршрутов своим соседям по протоколу UDP на спорта 520 на порт 520. Если это RIP версии 1, то отправляется все широко, вещательно на адрес все 255. Но так ли это на самом деле? Такие моменты меня всегда очень интересовали. Когда мне говорят что-то, мне очень хочется это проверить. А правда ли оно отправляется? Правда ли оно идет? А может быть меня обманывают? Когда мы в школе на биологии изучали атомы, меня интересовало атомы это здорово. Но я же их не видел. Мне говорят посмотри через электронный микроскоп. А электронного микроскопа в школе нет. И приходится мне принимать на веру что есть атомы, что они крутятся и из них все состоит. Не очень здорово. Поэтому когда я чуть подрос у меня появилась возможность первым делом я побежал туда где был электронный микроскоп и действительно увидел эти атомы. Это было очень интересно. Так и здесь. Можно поверить инструктору что действительно ходят некие обновления раз в 30 секунд но гораздо интереснее посмотреть на них самому. Действительно они ли используют протокол UDP? Действительно ли это порт 520? Действительно ли это широковещание? Действительно ли нет маски под сети в рипе версии 1? Как там передается метрика? Так вот это я хочу вам показать если конечно вы этого еще сами не видели Я еще раз открою командную строку маршрутизатора R1 Сейчас у меня протокол RIP не настроен сейчас у меня вообще не настроен никакой протокол динамической маршрутизации я могу это проверить с помощью команды show IP protocols как видите вывод пустой ни один из протоколов не работает прежде чем я начну настраивать я сразу запущу на линках снифинг при помощи вайршарка я сразу запущу снифинг на линке в сторону локальной сети и на линке в сторону маршрутизатора R2 я запущу два снифинга сразу GNS позволяет нам очень просто запускать вайршарк и это большой плюс GNS при изучении сети чтобы запустить снифинг на каком-то линке достаточно просто правой кнопочкой щелкнуть на линк и выбрать в контекстном меню Start Capture после этого вы выбираете порт на каком порту вайршарк должен смотреть я выберу порт R1 на маршрутизаторе R1 порт F1 1 и нажму кнопочку ok запускается всем привычный знакомый вайршарк вот он я убрал третью третью панель в которой выводится содержимое пакета в шестнадцатричном виде потому что нам это не нужно как видите уже что-то пошло кто-то может узнать например протокол CDP потому что он по умолчанию включен вот уже что-то пошло я аккуратненько сверну этот Capture и запущу второй вайршарк на линке между R1 и R2 тоже выберу маршрутизатор R1 вот у меня запускается второй экземпляр вайршарка тоже мы уже видим что трафик пошел несмотря на то что мы ничего не делаем всегда что-то служебное прет без нашего ведома если бы это была Windows здесь бы уже было на флуж дай боже в случае CISCO здесь конечно тоже есть трафик но гораздо меньше пока пусть трафик ползет я вернусь к командной строке маршрутизатора R1 и включу протокол маршрутизации RIP первой версии войду в режим конфигурирования протокола маршрутизации RIP командой Router RIP и принудительно включу версию 1 по умолчанию будет включена версия 2 поэтому я сознательно откатываюсь к версии 1 проверю что протокол у меня пока еще не появился почему он не появился потому что я не объявил ни одной сети о которой я хотел бы рассказывать я хочу пока только включить RIP на сети локальной на подсети 192 168 1 0 по маске 24 нам повезло это сеть классовая это сеть класса C поэтому RIP первой версии с ней нормально будет работать несмотря на то что он не передает маску RIP первой версии нам повезло эта сеть классовая как только я включу командой Network использование этой сети вот у меня в выводе команды show IP протокол должен появиться протокол RIP со своими настроечками но ввиду того что больше ни на одном интерфейсе у меня RIP не включен вот никакого трафика по идее я увидеть от RIP не должен даже я не увижу трафика в сторону собственно локальной сети почему потому что RIP мы помним протокол у нас дистанционно-векторный дистанционно-векторный протокол склонен к петлям маршрутизации и одним из способов защиты от петель маршрутизации в протоколах дистанционно-векторных нас выступает правило Split Horizon расщепленного горизонта мы не отправляем обновления о какой-то сети обратно в ту же самую сеть несмотря на то что я включу эту сеть в RIP на трафик это никак повлиять по идее не должно пока давайте проверим объявлю сеть 192 168 10 маску здесь указать нельзя все-таки это RIP проверю что RIP у меня действительно запустился вот он у нас протокол маршрутизации RIP работает на интерфейсе F1.1 отсылается версия 1 принимаем версию 1 объявлена сеть 192 168 1 0 все как положено выведу выведу текущую базу данных RIP show IP RIP database все база данных есть включу команды дебага для того чтобы посмотреть что RIP раз в 30 секунд хочет отправить обновление с этого интерфейса но ничего посылать не будет потому что правило расщепленного горизонта запрещает ему это делать включу с помощью команд debug debug IP RIP debug IP RIP database debug IP RIP events и debug IP RIP trigger чуть-чуть подождем до того момента как следующий апдейт подготовится ага вот смотрите 18 28 36 секунд RIP RIP хочет послать апдейт версии 1 с интерфейса F1.1 но но он опускает пустое обновление правило расщепленного горизонта не разрешает ему послать обновление о сети 1.0 собственно в сторону сети 1.0 и поэтому пакет оказывается пустой значит никакого апдейта мы не посылаем все логично и понятно а теперь смотрим что же было что же отловил Wireshark здесь вывод довольно большой но чтобы мне было проще я всегда могу отфильтровать RIP при помощи дисплей фильтра набрав дисплей фильтра название протокола RIP я смогу посмотреть были ли пакеты подходящие под протокол RIP и однако и однако что-то есть вроде бы он не должен сюда что-то отправлять однако что-то проскочило очень интересно пока не будем вдаваться в подробности что же это конкретно такое проскочило давайте просто посмотрим как устроен пакет RIP вкладывается внутрь протокола UDP с порта 520 на порт 520 все как положено отправляется вкладывается UDP внутрь IP в качестве IP адреса отправителя используется адрес самого маршрутизатора в качестве адреса получателя используется широко въезжатель на адрес 255 все правильно IP вкладывается внутрь кадра в кадре в качестве MAC адреса отправителя используется наш собственный MAC адрес MAC адрес на интерфейсе F1.1 в качестве MAC адрес получателя широко вещательный MAC адрес все верно что же внутри RIP у нас есть мы видим что это RIP это RIP версии 1 мы видим тип пакета некий реквест некий запрос что никакой адрес информации ни о какой сети не передается причем не передается она с метрикой 16 то есть мы как бы говорим мы не расскажем тебе ни о какой сети с метрикой 16 что же это за пакет откуда он появился такой один денешекой к чему же он вылетел с интерфейса даже несмотря на правила расщепленного горизонта интересно более того этот пакет вы больше не увидите повторно откуда он взялся в айршарке есть очень интересная возможность если мы щелкнем на протокол на название протокола правой кнопкой мыши мы можем в контекстном меню встретить строчку вики протокол пейдж что перенесет нас на специальную вики варшарка которую как и все остальные вики заполняют волонтеры в которой может быть представлена информация о конкретном протоколе когда он используется может быть какой-то пример файла варшарковского какой-то отлов пакетов для изучения может быть какие-то ссылочки на rfc очень я считаю удобно и быстро нажму сюда однако нас варшарк предупреждаешь внимание варшарк вики поддерживает сообществом и загрузка этой страницы может привести либо к чудесным но в то же время и к неполному неправильному или вообще несуществующему описанию вас предупредили никакой гарантии что что-то там хорошее нет но в то же время это может оказаться и восхитительно прекрасно нажму кнопочку да открывается браузер по умолчанию нам повезло информация о протоколе RIP здесь имеется такая кратенькая сводка где он появился что это IGP 69 года вот но что-то здесь ни слова ни о каких типах пакетов рипа ни о каком реквесте нет что же тогда нам поможет можно попытаться отыскать RFC самостоятельно но нам повезло здесь ссылочка на RFC для рипа версии 1 уже есть и мы можем туда перейти вот он RFC за номером 1058 датированный июнем 88 года чуть старше меня этот RFC 30 с лишним лет если мы внимательно посмотрим на что это у нас это у нас оглавление если мы внимательно посмотрим на оглавление то мы можем заметить до спецификациях протокола некий реквест возможно это тот самый реквест который мы и искали я просто выделю номер пункта 341 и перейду к нему так что же такое реквест и откуда он в данном случае взялся реквест используется для того чтобы спросить да у соседа всю или часть его таблицы маршрутов удивительно обычно протокол RIP делится информацией сам с соседями однако при включении как оказывается да маршрутизаторы на которых работают протокол RIP отправляют сами запрос специальный запрос тот запрос который мы увидели в аиршарке для того чтобы соседи сразу не дожидаясь тайминга отправили ему свою таблицу маршрутов очень интересно специализированный реквест запрос который мы с вами увидели он имеет тип первый тип первый и для того чтобы спросить у соседа всю таблицу маршрутов мы должны отправить в адресе все нули то есть неправильно выделил все нули адрес not specified с метрикой 16 даже несмотря на правила расщепленного горизонта этот реквест должен пройти все и больше этот реквест не повторяется интересно я например когда готовил да я этот семинар я на этот реквест никогда внимания не обращал более того я даже пропускал момент запуска протокола рип и уже смотрел на содержимое трафика когда протокол рип полноценно работал когда были соседи вот а вот в таком виде никогда не смотрел не интересовался и увидел вот этот пакет реквест прям при подготовке к этому семинару так скучно так вот смотреть на один единственный пакет поэтому что я сделаю дальше я объявлю вторую сеть сеть которая смотрит в сторону маршрутизатора R2 предварительно отключу дебаг чтобы нам пока вывод не мешал объявлю вторую сеть 192 168 12 0 нам тоже повезло это тоже сеть классовая ой извиняюсь забыл войти в режим конфигурирования протокола рип теперь объявляю сеть проверяю что эта сеть действительно в протоколе будет использоваться вот вот она сеть 1 0 вот она сеть 12 0 что же происходит сейчас согласно правилу расщепленного горизонта R1 с интерфейса F1 1 должен высылать обновление о сети 12 0 12 0 а 1 0 он отправлять не будет а с интерфейса F0 0 он будет отправлять информацию о сети 1 0 раз в 30 секунд давайте посмотрим на вывод и действительно вот у нас с вами пошел вывод да и мы видим уже тип пакетов response ответ примерно раз в 30 секунд почему примерно потому что по стандарту RIP хотя и задан таймер в 30 секунд но этот таймер должен немножечко варьироваться этот таймер должен изменяться на некое случайное число для того чтобы маршрутизаторы со временем не синхронизировались и не стали отправлять обновления синхронно в одно и то же время поэтому четкого тайминга в 30 секунд вы никогда не увидите да мы видим 848 877 906 933 четко 30 секунд не будет никогда так положено по стандарту что же мы видим значит это вывод с интерфейса в сторону локальной сети мы видим что это респонс что это ответ что сеть 192 168 12 0 с метрикой 1 потому что эта сеть подключена к маршрутизатору напрямую что это IP вот и ни слова о маске ни слова совсем потому что это реперсии 1 классовый протокол теперь посмотрим на интерфейс в сторону R2 аналогично мы видим идущие раз в 30 секунд обновления RIP что же внутри обновления мы видим что рассказываем о сети 1.0 с метрикой 1 и опять без маски в общем-то все как и говорилось в теории вживую оно подтвердилось и это приятно скучно нашему маршрутизатору одному хочется чтобы нашелся сосед с которым можно было бы делиться информацией поэтому я открою консоль к маршрутизатору R2 и тоже на нем запущу протокол динамической маршрутизации RIP роутер версия 1 и объявлю сеть между маршрутизаторами 192 168 12 0 0 проверю что процесс RIP действительно запустился да действительно протокол RIP работает протокол версии 1 на интерфейсе F0 0 сеть 12 0 работает все прекрасно смотрю на результаты снифинга в аэршарк между маршрутизаторами R1 и R2 и смотрите оба и опять вот он тот самый реквест да маршрутизатор R2 как только включился несмотря на то что есть правило расщепленного горизонта он все равно на этот интерфейс отправляет реквест запрашивает у соседа полную таблицу маршрутов однако маршрутизатор R1 не стал ему сразу отвечать да а подождал по таймингу до 30 секунд и после этого да маршрутизатор R2 добавил себе таблицу маршрутов информацию о сети 1.0 проверим это show ip road rip действительно мы узнали о сети 1.0 по маске 24 хотя маски в обновлении не было рип версии 1 классовый поэтому маска взялась классовая административная дистанция для рип 120 метрика 1 когда r2 получил от r1 информацию о сети о метрике 1 он добавил себе маршрут с этой метрикой в таблицу не изменяя ее но если ему потребуется изменить эту метрику вернее если ему потребуется переслать эту информацию другому соседу перед отправкой эта метрика будет увеличена на единичку то есть при получении мы метрику не меняем мы заносим к себе в таблицу точно такую же как нам пришла а при отправке дальше мы прибавляем к метрике единичку насколько я думаю вы помните в качестве метрики в протоколе рип неважно какой версии используется количество переходов то есть количество маршрутизаторов да между сетями что дальше дальше хочется еще поэкспериментировать да я хочу сделать следующее я отключу вот этот интерфейс на маршрутизаторе R1 значит эта сеть должна будет упасть так как эта сеть упала мы больше не должны рассказывать об этой сети 1.0 к нашему маршрутизатуру R2 более того так как RIP подвержен петлям маршрутов в RIP существуют специальные правила кроме правила расщепленного горизонта также имеется правило отравления маршрута road poisoning когда на R1 пропадет вот эта сеть R1 не просто перестанет говорить об этой сети он должен будет отправить в сторону R2 информацию об этой сети 1.0 но только уже с метрикой 16 метрика 16 это метрика недостижима как только такой пакет дойдет до R2 R2 у себя в таблице у этого маршрута проставит метрику 16 но не станет удалять эту запись из таблицы он оставит ее там на некоторое время более того он сам в ответ отправит ту же самую информацию о сети 1.0 с метрикой 16 наплевав на правила расщепленного горизонта такой пакет от R2 такое явление называется reverse road poisoning обратное отравление маршрута давайте посмотрим что это действительно происходит я на R1 в консоли R1 выключу интерфейс F1.1 банально командой shutdown и посмотрю что же у меня произошло в Wireshark вот посмотрите вот пакет хороший когда маршрутизатор R1 отправлял к соседу 1.0 с метрикой 1 все в порядке и примерно спустя пару секунд я интерфейс отключил и маршрутизатор R1 посылает информацию об этой же самой сети с метрикой 16 это и есть отравление маршрута road poisoning более того маршрутизатор R2 с адресом 12.2 делает реверс road poisoning отправляет наплевав на правила расщепленного горизонта информацию о сети 1.0 с метрикой 16 в обратку и делает он это не один раз а несколько раз пока у него не истечет определенный таймер посмотрите вот пакет от 12.2 раз от 12.2 2 от 12.2 3 от 12.2 4 первый пакет у нас пошел примерно во сколько по времени временная отметка 13.01 в 13.56 все еще у нас реверсное отравление маршрута продолжается и так оно будет продолжаться до тех пор пока у нас не истечет так называемый garbage collector timer да таймер сбора мусора пока этот таймер не сработал роутер будет держать информацию у себя в таблице и будет отравлять маршрут обратно как только этот таймер истечет в циске этот таймер называется не garbage collector он у нас называется show ip-протокол покажу вам этот таймер у нас называется flash 240 секунд до 4 минут может продолжаться такое явление до 4 минут будут в обратку слать отравление реверсное казалось бы такой простой протокол да но тем не менее есть вот такие интересные штуки отравление маршрута обратное отравление маршрута запрос таблицы при включении далее далее маршрутизатор r2 пока не делится никакой информации о своих сетях я хочу чтобы он рассказал о сети его локальной 2.0 по маске 25 но так как протокол rip-версии 1 он классовый он маску отправить не сможет и на r1 сеть 2.0 должна будет появиться как классовая давайте это проверим захожу в консоль маршрутизатора r2 захожу в режим конфигурирования протокола RIP объявляю сеть 192 168 2.0 проверяю что она действительно появилась вот она она есть смотрю в аэршарке какие пакеты у нас пошли маршрутизатор 12.2 отправляет информацию о сети 2.0 с метрикой 1 это логично она подключена к нему напрямую никакой информации о маске нет что же получится у нас в таблице маршрутов на маршрутизаторе r1 давайте смотреть иду на r1 show ip road 3 я вижу что сеть 2.0 была добавлена у меня с классовой маской 192 168 2.0 по маске 24 с классовой маской информация пришла некорректно протокол рит версии 1 протокол классовый и маску переменной длины не поддерживает поэтому для современных сетей он подходит слабо раз мы дошли до некого ограничения давайте мы это ограничение снимем перейдя на rip версии 2 для этого мне достаточно в режиме конфигурирования протокола маршрутизации rip дать команду version 2 и на втором маршрутизаторе сделать аналогично version 2 посмотрю как изменятся пакетики в аюшер пока обновлений нету где же у нас рит версии 2 почему он пока еще не заработал рит медленный помните ага вот вот он и пакетик рипа версии 2 в отличие от рипа версии 1 рип версии 2 уже используют для отправки не широкое вещание а мультикаст многоадресную рассылку на зарезервированный адрес 224 009 адрес закрепленный за рипом рип все так же использует UDP с порта 520 на порт 520 а вот внутри пакетик поменялся версии мы уже видим версию 2 вместе с информацией о сети и метрике мы теперь также видим что начинает передаваться маска 192 168 2.0 по маске 24 добавились также дополнительные поля такие как next hop и road tag для продвинутого роутинга тем не менее маска здесь появилась вопрос возникает сеть 2.0 у нас вообще-то должна быть по маске 25 а в обновлении все равно передается маска 24 почему потому что по умолчанию протокол маршетизации рип даже второй версии применяет авто суммирование проверю покажу настройки протокола рип что мы видим автоматическое суммирование включено это значит что даже несмотря на то что включен включена версия 2 протокол рип продолжает заниматься авто суммированием до классовой сети то есть он видит сеть 2.0 25 по маске 25 и он ее авто суммирует до сети по маске 24 это нам не нужно поэтому авто суммирование мы отключим с помощью команды 0 авто summary и посмотрим на вывод еще раз теперь автоматическое суммирование не включено значит в обновлении у нас должна будет передаваться маска корректно посмотрим и действительно вот пакет неправильный где маска была неверная а вот где-то между этими двумя пакетами я изменил настройки автосуммирования и действительно масочка теперь пошла правильно корректно то есть недостаточно просто включить рип версии второй надо еще обязательно включить автосуммирование если оно по умолчанию включено в разных версиях иоса настройки по умолчанию могут различаться чтобы не запутаться на р1 я тоже на всякий случай автосуммирование отключу но авто саммари и проверю настройки show ip протокол автосуммирование отключено проверю содержимое таблицы маршрутов на р1 теперь информация о сети 2.0 должна быть правильной show ip road rip посмотрите как интересно получилось до этого приходила информация о сети 2.0 по маске 24 но эта информация не ушла она временно в таблице хранится потому что не протекал таймер и вдобавок к ней добавилась запись о сети 2.0 по маске 25 не сразу произойдет обновление вот она вся та же самая медленность трипа посмотрю содержимое базы данных а вот то есть 2.0 пришел как авто просуммированный маршрут вот маршрут 1 вот маршрут 2 так они в таблице пока и сидят через какое-то время это должно из таблицы уйти так как протокол RIP довольно медленный мы можем этого момента с вами не дождаться 12.2 все правильно посылает теперь постоянно с маской 128 но запись все равно старая некорректная остается к сожалению вот это еще одна из причин почему протокол RIP в современных сетях не используется это крайне медленное время сходимости даже обратить внимание в такой простой казалось бы ситуации да всего два маршрутизатора одна сеть между ними в сумме три сети вот теперь я вижу что сеть 2.0 так как не получаем мы больше обновления сети 2.0 помечено как посибли даун потому что мы перестали получать обновления об этой конкретной сети вот и теперь надо ждать пока не протикает garbage collector таймер ну флаж таймер вот только после этого запись уйдет окончательно вот настолько медленно у нас с вами протокол маршрутизации RIP первой и второй версии не успели мы с вами сегодня дойти до более сложных моментов но я да вот так вот во время не уложился я даже сам увлекся пока вам рассказывал все это и смотрел вместе с вами на 15 минут даже с вами посидели подольше вот если от вас будут какие-то положительные отзывы о семинаре то возможно мы сделаем продолжение расскажем о да расскажем о RIP версии второй потом о RIP NG а потом можем пойти к другим протоколам все зависит от вашего фидбэка вот давайте я подытожу что мы сегодня с вами делали одну секунду одну секунду да цель семинара не была показать вам какую-то прям хитрость дать какую-то фишку которая вам вообще на работе поможет очень хитро она этот семинар был для того чтобы показать что интересно изучать изучать даже уже изученное всегда можно найти что-то интересное уже казалось бы изъеденной простейшей теме в этом была моя цель да не показать вам что-то сверх новое да то чего вы не знали что у вас прям превознесет повысит вам зарплату если у вас есть такой же дух Индиана Джонс как у меня да я надеюсь вам было интересно если у вас есть какие-то вопросы вы можете их сейчас задать я готов на них ответить пожалуйста я открываю Виталий маска изменилась очень просто потому что рип версия 1 маску не посылал совсем поэтому сеть 2.0 у нас была классовая для классовой сети класса С у нас маска характерна 24 рип версия 1 не позволил бы нам использовать другую маску поэтому включили рип версии 2 но у нас работало автосуммирование автосуммирование по сути делало то же самое повышало маску в ближайшей классовой сети да только после того как мы включили рип версии 2 и отключили автосуммирование только тогда мы наконец-то стали получать нормальную маску переменной длины 25 как положено это понятно что Станислав не страшно но тем не менее да два маршрута у нас присутствуют вот и это несколько отталкивает это простейшая ситуация мы же не взяли какую-то ситуацию когда это нам бы помешало в работе но тем тем не менее мы увидели что медленно работает рип не очень корректно в текущей ситуации в текущем развитии сетей это может привести к плачевным результатам сегодня иван наверное нет потому что мы и так задержались кстати я вам скажу на будущее про ОСПФ вы удивитесь всегда вам говорили что ОСПФ это протокол дистанционно-векторный протокол с состоянием канала и он видит всю сеть но протоколе ОСПФ точно так же используется алгоритм как дистанционно-векторном протоколе да вот а где он там используется попробуйте отыскать сами например вам наверняка говорили когда вы изучали многозонный ОСПФ что области все должны быть подключены через область 0 вот почему так почему области не могут подключены быть друг к другу напрямую почему нельзя соединить область 2 с областью 3 вам говорят так не положено по стандарту а почему они не разрешили так по стандарту да была же какая-то цель почему они так сделали и вот тогда-то и выходят некие корни дистанционно-векторных протоколов почему есть такие по стандарту ограничений пока у нас такого семинара нету но попробуйте подумать сами почему же нельзя например области соединять напрямую без области 0 или почему область 0 должна быть непрерывной поищите ответа не принимайте на веру то что вам говорили инструкторы или написано в книгу Станислав если вы хотите такого же разбора вы всегда можете оставить некий фидбэк да вот и если будет спрос я с удовольствием проведу продолжение по рип версии 2 рип нг а потом успех пожалуйста я никогда не против вот еще раз повторюсь да если вам понравилось хотите продолжение дайте знать вот и пользуясь случаем фидбэк оставлять вы можете либо письмом куда-нибудь на инфособак специалист.ру вот либо где-то в комментариях на ютюбе я думаю если соберется фидбэк хотя бы даже не очень большой мы повторим я думаю достаточно вопросов вот пользуясь случаем я бы хотел выразить большую благодарность Александру Щербинину не думаю что Александр Щербинин меня в данный момент слушает но вдруг он краем уха услышит вот Александру Щербинину который гонял меня при подготовке к курс к сдаче инструкторских экзаменов по CCNP роутинг и свитчинг Александр если услышите спасибо вам большое мне было очень интересно с вами работать вот надеюсь мы еще с вами встретимся ну а вам коллеги спасибо всем большое приходите в центр специалист на обучение напомню на следующей неделе в субботу стартует начало курса CCNP роут по академической программе места есть приходите буду рад услышать спасибо всем большое приятного остатка воскресенья ну и короткой вам рабочей недели да легкой и всех с наступающим праздником спасибо большое всего доброго до свидания до свидания Продолжение следует...